Девушки отдыхают 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 Ну сейчас посмотрим вашу короклию Поехали Поехали Какие особенные места тебя интересуют? Супер древние? Или Двухсотлетние давности? Или Современные Какие интересные места? По-богатому все было. По-богатому. По дороге в самые крутые места города Тараклии я увидел, так сказать, красоту местного быта. Это очень колоритно и впечатляюще. Я заметил местных жителей. Нет, не этих. Аромат какой из здешних улиц. Просто не описать словами. Пора бы позаниматься. Так, нужно выбрать себе какой-нибудь тренажерчик. Нет, не знаю. Нет, не знаю. Ребята, я не знаю. Тераклии все больше и больше меня удивляет. Шла, шла и набрала на спорткомплекс. Маленький город, а позаниматься спортом есть. Так что приезжайте в Тераклии. Друзья, скажите мне, пожалуйста, почему у вас в Кирилле разокрашены цветы? Тут красный, синий, белый, а там белый, зеленый красный. Я почему-то не помню. В основном в нашем городе живут много национальностей. И основные языки данного города это болгарский и русский. Поэтому мы очень интересны. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Тераклии – одно из старейших болгарских поселений. На этой территории когда-то жили ногайские татары. Историческую родину, где праболгары населяли эти места и обживали их. Тысячелетиями обживали. После пришедшие болгары облагородили эти прекрасные языки. Шаманы камлали вызывали дождь в эту засушливую буджакскую пустыню. Раньше она называлась Гетская пустыня. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, капище здесь. Древнее капище. И поэтому здесь ничего не растет и не росло никогда. И что это? Здесь из Германии, из Италии делали раскопки. И в итоге обнаружили вот это – древнее капище. Жрецы здесь камлали. Поэтому здесь есть захоронение и остатки камней от костров. Здесь, в частности, вот в этом месте, они раскопки делали. Сам видишь, какая глубина. Находили кости животных, людей, человеческие кости. Но здесь трехслойные поселения были. Каждую тысячу населялись здесь люди. Жили, потом каким-то образом они уходили. И в итоге, значит, самое древнее здесь поселение было 3600 лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok Кто жил здесь? Кто эти люди были? Так как я занимаюсь этимологией и своим родным краем, то я могу сразу сказать. Во-первых, на сегодняшний день мы знаем, что наша местность – это перекресток всех народов. Значит, основная масса – это славянские племена. Потом уже пришли с разных мест – с севера, с запада и с востока. И с юга даже. Поэтому здесь само слово «сарматы» означает объединение разных племен и народов. Я остался впечатлен местными пейзажами. Интересно, как разговаривают здесь тараклей? Сейчас мы запросим у девчонок. Девчонки, привет! Вы не поможете мне кое-чем? Мне бы очень хотелось выучить болгарский язык. Ну, там хотя бы пару таких фразочек, которые вы часто употребляете. Например, как «Привет», «Как дела?» Начнем с того, как просто поприветствовать любого жителя тараклея. Ну, например, на болгарском «Привет» будет «здоровей». «Здоровей». «Зе» – да. Чтобы тебе легче было начать диалог с собеседником, начни с вопроса «Что делаешь?» «Какого правишь?» Ну, или, например, ты можешь спросить, «Как дела у наших клеток?» Для этого нужно спросить «Как сидеть?» Спасибо, девчонки, вам! Благодаря! Ну, на этом пора прощаться. Как сказать, у вас сказать «Пока, до свидания?» Очень легко и просто. Просто до визы. До визы. До визы. В Центральном парке города меня впечатлила местная достопримечательность «Арка» с датой основания города. 1813 год. Это, наверное, основание города. Этот уютный городок наполнен любовью и романтикой. Особенно в этом убеждаешься, когда видишь столько символов влюбленных сердец этого места. И в панице прождует их с одной песней. Паница с трогой закончена. Паница с трогой закончена. Вскоре я набрела на доме гостеприимных людей. Меня встретила Маша, внучка хозяйки. Она любезно согласилась угостить меня болгарским блюдом. А это снова будет блюдо, если мы будем делать? Да. Это начинка. Интересно. Ммм. А что мы вообще будем делать? Красточки. Это болгарское блюдо, болгарская кухня. Держи, это твоя часть. Ага. Скатываем в трубочки. Красточки, на самом деле, готовят как и болгары, так и гагаузы. Так же они бывают разных форм, то есть квадратной, полукруглой, овальной. Но несмотря на форму, какая бы ни была, они всегда получаются очень вкусными. Но мне бабушка рассказывала, что раньше парни смотрели на трудолюбивых девушек, которые умеют работать. Выбирали девушек именно не по фигуре, не по красоте, а по характеру и по трудолюбивости, насколько хорошо она работает. Получается, если я буду уметь готовить красточки, то болгар мне обеспечен. Так что, на заметочку, если ты умеешь готовить красточки, то у тебя будет муж болгар. Телка, чтобы раскатывать тесто, вот, для красточков. Но так же, у меня есть вторая течелка. Еще одна? Да, а у нее немножко другая функция. Еле бабушка въел дедушку, когда он возвращается поздно домой. Это очень нужная вещь, да. Надо будет себе такую тоже приобрести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, это так вкусно, пушечки. Смотри, словами вам просто не болят. Это настолько вкусно. Можно я все съем, я просто всех так с этим с собой, больше никому не дам. Ну, тем, пока мы еще идем, да-да. А я сейчас пойдем, и потом давайте. Утро следующего дня было не менее насыщенным. Мой золотой гид устроил экскурсию по природным ландшафтам этого края. Сейчас я тебе буду показывать в нашем буджакском уголочке каньоны древние, с древних времен. Вот смотри, срезы земли, видишь? И что это? Гранд Каньон? Можно сказать, для Таракли, для нашей местности, для юга Бесарабии, степного юга. Да, можно сказать. Видишь, вот эти морские отложения, камешки, песок. Вот она, кость животных. Можем попробовать ее извлечь. Сейчас я тебя научу, как делать туканский скок. Все, я вложил в чар? Да, можно сказать. Здесь красиво. Мне здесь очень нравится. Пошу целиком. Это стихия. Природная стихия. Видишь, какие образования. Это едва ли где-нибудь на юге увидишь такие вещи. Продолжение следует на юге. Продолжение следует... Продолжение следует... На следующий день я решила отправиться в музей культурного наследия. Вход оказался бесплатный. Сейчас я наведаюсь в хостел-музей. В этот момент я поняла, что этот город имеет свою неповторимую, уникальную историю. Это люди, это события, это целые поколения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого! А вот это, по-видимому, национальные костюмы, которые мы еще ходили в древности. Ничего себе! В ту атмосферу, сразу переносишься в ту атмосферу, когда жили болгары 200 лет назад. Это неимоверное ощущение. Просто словами не предать. Лучше все за ним посмотреть. Я себе представила, как жили люди той эпохи, какие предметы использовались в быту. Это оказалось даже очень интересно. Лучшие спортсмены. Тут я вижу и по вольной борьбе, и по футболу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, как вы можете наблюдать музыкальный уголок. Тракетители не только работали, но они еще занимались музыкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тракетители не очень. Смотрите, какой гигантский орех. Я просто за всю свою жизнь вижу это первый раз. Ну что ж, пообедаем? После ландшафтов мы отправились в местный театр Бессарабских Болгар «Смешан Петаль». Мы попали на одну из их репетиций. Кошки-то джелиф, ура в Кметове! Эй, скуфяли бабички какво си подыграват из мене? Где мей булчицата, бре? Хеей, хора, щеркай жена, хей. Медима млада… Сейчас я тебе познакомлю с работниками театра, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Здравствуйте, Юрий. Виталий, актер театра «Смешим Петер». Расскажите мне, пожалуйста, о театре, сколько лет, что вы делаете, какие спектакли. Да, конечно, пока пройдем, я тебе покажу зал, фотографии наши. В общем, нашему театру 35 лет больше, 35 лет, работает с 1981 года. Наш театр как показывает пьесы на русском, так и болгарском языке. Каждый год мы ставим по 4-5 спектаклей, наверное, на болгарском языке. Один спектакль на русском языке. Едем в Болгарию, едем на разные фестивали. Это фотографии, наверное, со спектакля «Служба гонцы». Вот всей жизни нашего театра, то, что мы занимаемся колледой. У нас есть также вокальный ансамбль. Наверняка он, если захочет, будет участвовать в какой-нибудь обряд, традиции. Да, конечно, конечно, мы можем пригласить. И ты с нами можешь ходить на Казу, на Колину. Это все бесплатно. Это все бесплатно. Да, бесплатно. Мне нравится ваш город. Здесь все красиво, картины, это все хорошо. Но где спектакль проходит? Пойдем, я тебе покажу нашу огромную сцену. Вот здесь и проходят все спектакли, наши все спектакли на всех языках. Здесь проходят также все мероприятия, концерты, репетиции. Все происходит на этой золотой сцене. Да, чувствуется энергия театра. Мы вышли пригласительное, тогда у нас будет спектакль. Спасибо, очень приятно. Сколько это будет стоить? У меня золотая карта. Если у вас банкомат... Ну, если золотая карта, значит тысячу долларов! Золотая карта, друзья, делает чудеса. Мне позволили почувствовать себя в роли актера театра. Я решил оторваться по полной. Теперь вся сцена была моя. Привет! Идите сюда, здесь неплохо кормят. Иногда бывает, что стартивые коза или овца убегают. И вот они этих горьков хватают за ногу. Да, сцена не моего уровня. Не мой уровень. Я-то актер высших... Высшего уровня, да? Высшего уровня, высшего класса. Это для меня так себе. Но здесь красиво. Я... Лучший актер, лучший ведущий. Поровай решки. Пока мой соведущий фантазировал, я имела возможность посетить зал, посвященный героям города Тараклия, погибшим в Первой мировой и Великой Отечественной войнах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О своих героях здесь помнят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот, казалось бы, маленький болгарский городок на юге Молдовы, с населением почти 17 тысяч человек, оказался очень теплым и уютным. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok